Всем привет! Ну вот наконец-то я и добралась до своего зайчишки, обзор на которого делала давным-давно. И все никак у меня не доходили руки, в общем-то заняться им и сшить. Вот такой вот зайчик у меня сегодня должен получиться. Очень надеюсь, что сегодня и не растянется у меня это мероприятие слишком уж надолго. Зайчик этот от фирмы Креатив Хобби. Он достаточно крупненький, 29 сантиметров он получится, должен получиться. Уровень сложности в общем-то небольшой, судя по всему, 3 из 5. Поэтому надеюсь, что все будет не так уж сложно. Так, я вот из пакетика уже все достала. Вот так вот он должен будет выглядеть в стоячем виде. И в общем-то здесь в набор практически входит все, что необходимо. И дополнительно потребуется наполнитель только и клей-карандаш. Так написано на обложке. Я уже приготовила клей-карандаш, приготовила вот здесь вот уже наполнитель. И еще я приготовила вот такие вот иголочки микрон. Как раз специальные иголки для шития игрушек. И я вот хочу их испробовать. Потому что, собственно, именно для этих целей они мне и были нужны. Вот, поэтому, ну, когда дойдем до дела, я тоже покажу. Так. Ну, а все остальное входит в набор. Бегло так покажу. Инструкция на обратной стороне. Здесь у нас флис различный. Большое количество белого флиса. Также есть нитки для шивания. Шивать можно как вручную, так и на машинке. Поэтому вот такие вот обычные ниточки для шивания. О, а здесь есть большая игла, оказывается. Ну, она короче. Короче, чем вот здесь в наборе у микрона две иглы. И одна вообще такая, вот смотрите, какая длинная, да. Вторая покороче. А эта еще короче. И, по-моему, толще. Словно. Посмотрим. А я уже даже забыла, что здесь в наборе есть игла. Я так давно делала обзор. Так, здесь немножко ниток мулине. Белый, коричневый, черный. Это для вышивки мордочки черные. Все остальные не знаю для чего. Пока разберемся. Так, вот эти две картонки, насколько я понимаю, для ступней, чтобы он стоял достаточно жестко. Палочка для набивания. Цветочек, который потом будет в руках у зайчика. Так. И, собственно, выпейка. Выпейка и расположение деталей. Так, здесь также описание, ну, продолжение описания. Как, что делается. Ну, и, в принципе, я думаю, пора приступать. Для начала, естественно, нужно вырезать, собственно, детали из бумаги, да, сделать выкройку и по ней уже выкраивать их из ткани, из флиса. А, вот как, здесь даже не так. Я не совсем права. То есть, да, мы сначала вырезаем все вот эти вот детальки, делаем выкройку. Затем мы будем их обводить на флисе, обводим, убираем выкройку и затем прошиваем на швейной машинке. То есть, мы перед тем, как вырезать их из флиса, мы их уже сразу сшиваем. Да, я попробую так сделать. Посмотрим, что у меня получится. Ну, вот, я нарисовала все детальки на флисе. Здесь я на белом попыталась обводить простым крандашом. Это как-то мне не очень хорошо получилось. И в инструкции написано, что можно исчезающим маркером обводить. У меня есть такой исчезающий маркер. И поэтому я использовала его. В принципе, да, им гораздо лучше обводится. Не слишком ярко, может быть, но видно. А вот уже на вот этих, на зеленом и на черном, я рисовала обычным мылом. В принципе, достаточно хорошо видно. Сейчас я пойду сшивать все, что нужно сшить на швейной машинке. Она у меня не слишком фотогенична, поэтому буду делать это за кадром. И возьму с собой вот этот листочек с раскладкой. Он очень полезен тем, что здесь нанесено, помимо того, ну, самой раскладки, здесь видны все линии, где нужно и где не нужно сшивать. Покажу на детальки. То есть здесь, например, вот на штанишках сшивается изначально только вот этот вот шов. Где нанесена вот такая вот пунктирная линия, там сшивать не нужно. Или, например, вот тело зайчика. То есть здесь, наоборот, сшивается все, кроме вот этого кусочка, да, чтобы можно было вывернуть. Поэтому, чтобы мне в процессе сшивания не думать, где надо сшивать, а где не надо сшивать, я возьму с собой вот этот листочек с раскладкой, такую подсказочку, и буду сшивать, поглядывая на него. Ну вот, я прошила детальки на швейной машинке и уже их вырезаю. Частично вырезала. Вот таким вот образом. Подступая от края 3-5 мм, как написано в инструкции. Немножко увлеклась и уже сшила штанишки зайчиком, такие вот. И, ну, почти сшила кофточку. Кофточка здесь вот так вот шьется, видите, такой чулочек получается. И отдельно уже будут пришиваться рукава. Так, то есть туда будут вставляться, я так понимаю, ручки, и уже потом пришиваться. Как-то так. Еще сразу вырезала из картона вот такие овальчики для ступней зайца. И, в общем-то, все, что можно было сделать на машинке, я сделала. Сейчас я вот буду вырезать вот эти все детальки оставшиеся, выворачивать их, набивать наполнителем. И уже потом, ну, где-то зашивать, да, эти отверстия, через которые буду выворачивать. Где-то, наверное, нет. И потом буду уже собирать зайчика. Тело зайчик единственная часть, которая с выточкой здесь. И поэтому сначала здесь сшивалась выточка, вот, с каждой стороны, видите. А потом уже прошивалась по кругу. Вот, я уже набила наполнителем туловища зайки и зашила его сбоку. Так вот получилось у меня забавно. Хочется попробовать надеть на него кофточку. Да, как-то так, видимо, это будет смотреться. Сейчас еще нужно с ножками разобраться. Потому что к ножкам нужно пришить вот так вот, собственно, ступню, да, в подошву, как бы. Получается, я вот иголочками приколола. По идее, наверное, хорошо бы это тоже сделать на машинке. Так, и еще мне осталось набить ручки. Ушки, я так понимаю, не набиваются. Они просто вот такие вот плоские получаются. И все. Дополнитель у меня вот такой, пушистый, достаточно плотный. Я постаралась набить туловище. А ручки нужно будет мне, наверное, все-таки использовать палочку. Тоже хочу набить достаточно плотненько, чтобы они такие, ну, пожестче были. Все-таки он у нас не такой, ну, должен быть и устойчивый, и такой крепенький зайчонок. Зашиваю мы все эти отверстия по тайным швам. Я обычно делаю несколько вот таких стежков. Сейчас покажу вам. Делаю с одной стороны вот такой вот стежочек. Не слишком длинный. И потом с другой стороны такой же стежочек. У меня получается вот так это выглядит. И потом я просто беру эту ниточку, затягиваю. Так вот аккуратненько затягиваем, затягиваем, подправляем там, если что. И получается вот такой вот шов. Теперь смотрим, нужно ли там добавить нам еще наполнитель, так как отверстия у нас уже тут поменьше. Думаю, что можно еще чуть-чуть добавить. И продолжаем дальше сшивать. Также делаю с одной стороны стежочек. Ну, в принципе, чем мельче вы делаете эти стежки, нам, конечно, уже сильно-то мельчить не надо, тем аккуратнее у вас в итоге получится этот шов. Закрепляю в конце я нитку так. То есть в конце делаю узелочек. Потом рядом буквально с этим узелочком ввожу иголку и вывожу ее в этом же шве, можно, но подальше. И протягиваю, чтобы узелочек спрятался. После этого обрезаю нитку близко к изделию. И получается у нас вот такая ручка. Так, теперь я буду делать вторую ручку и надо сшить ножки. Ну что ж, мой зайчик продвигается. Так, это вот туловище готово. Передние лапки готовы. Теперь задние лапки. Одну я уже сделала ножку. И осталось сделать еще одну ножку. Ушки я просто прогладила немножечко, чтобы они были такие более похожие на ушки. Более плоские такие. Вот. И теперь осталось вот эту ножку сделать. Так. Где у меня ступня? Вот ступня. Здесь поступаем так. Промазываем клеем ступню. Я уж не знаю, насколько этот клей хорошо приклеивают. Но, в принципе, так как потом мы еще дополнительно придавливаем эту картонку наполнителем, я думаю, что нормально. Приклеиваем. В целом. Так. Вот так. Приклеиваем. Нужное нам место. И теперь нам нужно вывернуть. У нас для этого есть отверстие. Вот здесь. С обратной стороны. Сзади. И теперь мы выворачиваем. Я это делаю вот так. Стремимся к нашему отверстию. И вот таким образом выворачиваем. Потом выворачиваем в верхнюю сторону. И расправляем. Я не знаю. Мне кажется, у меня как-то все это не очень ровно получается. Поэтому мне бы, конечно, хотелось верить, что мой зайчик будет достаточно устойчивым и не кривоногим. Но не знаю. Посмотрим, как получится. И теперь мы, опять же, набиваем наполнителем. Наполнителя у меня уходит достаточно много в эти детальки все. Потому что, как я уже сказала, стараюсь плотненько набивать. Ножки тем более плотненько набиваем. Чтобы он у нас был именно устойчивый. Мог стоять на этих ножках. Чтобы они не подгибались под остальным его весом. Поэтому наполнителя уходит действительно приличное количество. Я тут задумалась над тем, почему я при всей моей не слишком большой любви к шитью. Периодически шью игрушки какие-то. И пришла к выводу, что, да, шить я не люблю. Но я безумно люблю мягкие игрушки. У меня в детстве было большое количество мягких игрушек. Очень большое количество. И я обожала их. И, в общем-то, это, наверное, сохранилось на всю жизнь. Я достаточно равнодушно в детстве была куклам. Они у меня были, разумеется, как у каждой девочки. Но, в общем-то, их было не так много. А мягких игрушек было много-много-много. То есть у меня там и котики всякие, и собачки. В общем-то, всевозможные были игрушки. У меня даже мама тоже, помню, шила мягкие игрушки. Не потому, что у меня их не было, да, или было мало. Ну, просто она тоже любитель иногда поэкспериментировать, сделать что-то интересненькое. Поэтому, ну, видимо, увидела где-то там в журнале какие-то выкройки. И тоже помню, что шила таких двух медвежат. Одного мне, одного моему старшему брату. Но так как брат был старше, и, в общем-то, наверное, ему это было без особой наоборотности, то эти два медвежонка, они, в общем-то, осели у меня сразу. И я долгое время не могла расстаться с этими игрушками. Они хранились долго-долго. Поэтому, наверное, когда я вижу на обложке набора какую-нибудь милую мордашку, какого-нибудь очаровательного зайку, мишку, котенка или там совенка, не столь принципиально, кто лишь бы был милый. Мне неудержимо хочется купить этот набор. Ну, а раз уж я покупаю набор, то когда-то все-таки я собираюсь и шью эту игрушку. Хотя собираюсь иногда достаточно долго. Потому что как-то, видимо, хватает обладания набора. То есть не столько мне хочется шить, да, сколько обладать. Ну, вот к такому выводу я пришла. Я не знаю, почему я была всегда равнодушна куклам. Хотя у меня были куклы. Была, помню, большая кукла. Вот, наверное, единственная, которой я как-то дорожила достаточно. Потому что она была... Она ходила. Но она ходила не сама. Ее так ведешь за ручку, и она ножками передвигает. Не совсем знаю принцип, по которому она вот работала. Но как-то так вот было. И она была большая. То есть она такая прям очень-очень была крупная. Вот. А остальные всякие куколки, пупсики, там что-то такое, были практически без внимания. А с мягкими игрушками, да, с мягкими игрушками я играла. С мягкими игрушками я спала. И было очень трудно выбрать, с какой же мягкой игрушкой спать. Поэтому иногда я обкладывала всю кровать мягкими игрушками. Таким образом, что, в общем-то, и самой-то места почти не оставалось. И, кстати, эта любовь к мягким игрушкам передалась моему сыну. Он, конечно, как мальчик и всякие машинки тоже уважал всегда. Вот. Но и мягкие игрушки в детстве тоже он любил. Да и сейчас, мне кажется, они тоже кажутся ему милыми. Поэтому, когда я поняла, что у меня, в общем-то, ребенок любит мягкие игрушки, тут наступила вторая волна у меня. Да, потому что можно было покупать, ну, на мягкие игрушки уже не для себя, а для ребенка. Так же всегда происходит. Мы всегда покупаем игрушки детям, которые хотели, мечтали иметь в детстве сами. Ну, а понятно, что, когда у меня появился ребенок, выбор игрушек был все-таки значительно больше, чем в моем детстве. Ну, и вот эта тяга, видимо, к игрушкам все-таки проявляется. Теперь у меня уже немножко в другом формате. Хотя я и сейчас их очень люблю, и когда в магазине вижу тоже милую игрушку, вот прям реально сдерживаю себя, чтобы не купить. Благо, они сейчас очень дорогие, и поэтому, как правило, ну, конечно, неохота тратить на большую сумму денег на игрушку. Вот. И я понимаю, что мне они, конечно, не нужны дома. Куда я отбивать? Так что вот такие вот были пристрастия у меня в детстве. У меня была подружка, у которой, наоборот, было огромное количество кукол. Прям, прям огромное. Я помню, что когда мы уже были постарше, то есть, ну, так лет 13, наверное, нам было, и, по сути, мы уже во всякие эти игрушки не играли, но они у нее были повсюду. Они у нее сидели на пианино, у нее было пианино, и, по-моему, два шкафа у нее стояло в комнате, и на каждом шкафу вверху сидели куклы плотно-плотно. То есть это не так, что там сидела одна-две, они там были очень плотно усажены, там на заднем плане крупнее, поближе те, которые помельче. Их было просто нереальное количество. И периодически, время от времени, они все снимались оттуда, мылись, переодевалась у них одежда, тоже стиралась эта одежда, вот, и они все опять усаживались туда-обратно. А вот у меня как-то... О, у меня ноги разные получились. Ну, в смысле, не у меня, а у зайца. А как теперь с этим быть? Получается, мне нужно будет пришивать одну ногу выше, другую ниже. Ой, не так, вот так. Ну, видимо, да. Ну, вот я говорю, тяга есть, а зайка кривоножки. Но переделывать ноги я уж не буду, извините. А когда они лежали сшиты, оказались одинаковыми. Теперь нам нужно наметить, где у нас будут ручки и ножки, чтобы потом их пришить в это место. Вот здесь уже нужна длинная игла. Есть игла, которая из набора. Вот, если я буду ее втыкать дальше, она уже у меня пропадет. То есть она мне воткнулась туда полностью и исчезает. Вот эти иголочки попробуем. Кроме которые у нас... Не знаю, как убрать. Либо самую длинную вот эту. Либо, которая покороче. Вот эта, которая покороче, она где-то на сантиметр длиннее той, которая в наборе. И она немного потоньше. Ну, а вот эта, она прям такая длинная. Вот ее я, наверное, все-таки и возьму. По крайней мере, вот для ножек. Для того, чтобы наметить ножки. Потому что здесь объем больше, чем там, где у нас будут ручки. Вот, кстати, ее как раз, ну, практически хватает, чтобы можно было так отпустить и посмотреть. Да? И я вижу, что у меня действительно получается, в общем-то, устойчивый такой персонаж. Странный, конечно, но устойчивый. Вот. Поэтому сейчас я отмечу все вот эти места, где у меня иголочка проткнула, чтобы потом именно в эти места и прошить. Потому что мы пришиваем ножки не сразу. Нам нужно сначала будет надеть на них штанишки. И вообще еще сначала надо мордочку вышить. Я не знаю, почему здесь такой порядок написан, но порядок именно такой в инструкции. Вот, видите? То есть именно для этого я и хотела вот эту длинную иголку, именно для шития игрушек. Потому что, ну, удобно. То есть вот в данном случае вы видите, что она прям здорово пригодилась. Так, теперь уже постепенно убирая иголку, я отмечаю, где она должна будет потом входить, проходить иголку. Так, отметили. Теперь нам нужно сделать зайке мордочку. То есть у него должны быть глазки. Вот где пришивать ушки не совсем понятно. Видимо, как-то вот так будут пришиты. Очень длинные такие, как бы слишком длинные уши, мне кажется, особую милоту придают. Казалось бы, какие где пришили уши, а уже очень мило. Так, и теперь попробуем изобразить мордочку. У него должен быть где-то носик, ну, наверное, где-то вот тут. Так, глазки, глазки. Вышили глаза. Закрепить нитку в будущем месте расположения уха. Да, то есть где-то вот, например, вот здесь. Теперь хочешь, не хочешь, там придется ухо располагать. Оттянуть нитку, сделать 7 витков вокруг иглы, проколоть ткань в 1 мм от места, где нитка вошла на поверхность. То есть французский узелок в 7 витков, в 7 обвитий. Ну, попробуем. Ура! Глазки готовы. Теперь будем вышивать носик. Ну, слышать гладью, пишут нам производители. Итак, я пришила ушки. Я, ну, глазки сделала вместе с вами. С носиком я помучилась, не смогла вышить его гладью, как здесь предполагалось, потому что нитки достаточно тонкие, и как-то вот мордочка, она стягивалась. Мне не получалось сделать, ну, ровный нос. Поэтому я взяла и вырезала его тоже из остатков флиса. И пришила по краю. И сделала вот этот вот, вот эту вот линию от носика, как, в общем-то, и в инструкции. Надела опять вот этот свитерочек. На руки надела тоже рукава. Да, как-то странно это все выглядит. Теперь их нужно пришить. По идее, здесь предполагается пуговичное крепление, так называемое. Покажу вам схемку, как это выглядит. Это вот такое крепление. То есть по бокам пришиваются пуговицы. Видимо, для надежности, может быть, или как-то еще, пуговицы здесь входят в набор. Дело в том, что пуговичное крепление означает, что пуговицы будут вот с этой стороны. Вот здесь. То есть будет пуговица. Можно ее, конечно, вроде как и спрятать под вот этот рукав. Но здесь все так очень-очень плотно у меня наделось, что я, честно говоря, не представляю, как это сделать. Тем более, что в данном случае, так как у нас руки, да, вот таким образом пришиваются поверх вот этой кофточки, да, то получается, что нужно пришить пуговицу через руку, через внутреннюю часть рукава, при этом не задевая вот этот вот внешний край рукава, да, внешнюю часть. Это получается, мне кажется, достаточно проблематично, но, во всяком случае, для меня, и учитывая, с какой силой я пыталась надеть вот эти рукава, то есть используя вот эти вот палочки, ну, очень-очень-очень плотно они мне туда одеться. Поэтому я хочу просто сделать обычное крепление нитками, то есть просто нитками вот так я и стяну, пришью руки. Так, в данном случае я, наверное, возьму ту иголку, которая немного короче. Так, это, конечно, непросто. Все-таки оказалось, я взяла, да, вот эту иголочку микрон, которая покороче. В принципе, ее длины как раз хватает. Я уже пару раз туда-сюда прошла иголкой, но, то есть, делаю, видите, вот так. Ввожу иголку в бок зайца, цепляю за руку и ввожу обратно. Здесь то же самое делаю, и так несколько раз. Сейчас вот еще раз. В общем-то, здесь можно, наверное, уже как бы закреплять, вдеть маленькую иголку, чтобы уже здесь было удобнее. Огрезаем нитку. Вот, ручки у нас есть, и они даже двигаются. А осталось закрепить ноги. Почему я не пришивала ноги сразу? Потому что, опять же, нам нужно надеть штанишки, а штанишки надеваются у нас на вот ножки сверху, а не снизу, потому что, может быть, конечно, они снизу бы прошли, и, ну, делается это вот так. Вот таким образом штанишки надеваются, и теперь нам нужно пришить лапки наши вот сюда. В общем-то, здесь уже можно использовать это самое пуговичное крепление, ну, и, опять же, будем использовать самую длинную иголку. Точечки у нас как раз все отмечены, это хорошо. Теперь мы вводим сюда нашу иголку. Очень удобно длинной все-таки пользоваться. Теперь берем пуговицу и вводим иголку обратно. По идее, все. По идее, тут один раз проводится, и все, да? То есть уже вот сюда вводится через тело. Мне кажется, еще лучше еще разок. Может быть, я не права. Но лично. Мне хочется как-то, чтобы было более надежно. Я не знаю, может быть, кто-то скажет, что это лишнее, что я туда-сюда столько раз провожу. Мне как-то вот хочется, чтобы это все дело было понадежнее. Так, и вот здесь сейчас буду закреплять. Вот так. Почти готово. Теперь у нас надеваем штанишки окончательно. И нам нужно их пришить сейчас к телу зайчика. В общем-то, уже будет все практически готово. Штанишки пришили. Теперь кофточку опускаем вниз. Как-то у меня одежда теснала, что я получила. Если зайчик толстый, я не знаю. В общем, мне кажется, можно было зайке и покомфортнее сделать одежду. Ну, в смысле, посвободнее. Или это у меня все-таки так получилось. Может быть, и так. Не отрицаю даже, что, возможно, это моя вина. Так, ну и, в общем-то, вот цветочек. Осталось закрепить цветочек. Ну, вот и все готово. Мой зайка, пресный, готов. Можно его посадить. Сидеть он тоже может. Ну, не так, чтобы прям легко он садился и вставал, но, в принципе, можно. Вот так вот он держит у меня цветочек. Такой вот зайчонок. По-моему, он получился очень-очень милый, очаровательный зайка. Ну, прям хорошенький-хорошенький. Такой, немного печальный. Как, наверное, и все игрушки вот с таким типом мордочки, как у Тильды. Они все какие-то немного печальные, на мой взгляд, получаются. По набору, да, что могу сказать. В принципе, материала всех хватило. Я, честно говоря, даже не поняла, для чего сюда вложены вот эти вот белые и коричневые мулине. Ну, коричневый я еще могу предположить, чтобы пришить вот этот цветочек, потому что я его пришила просто белыми ниточками. Также вот эти вот черные нитки, мне показалось, что это не мулине, это обычные швейные нитки, и я тоже не увидела смысла в них, потому что тут есть целая катушечка, собственно, черных ниток. Ну, хотя, может быть, предполагается, что это на швейную машинку, а это вот для того, чтобы вручную что-то делать. Возможно. Так, ну, а так материалов, да, всех хватило. Дополнительно мне понадобилось, как и было написано, это наполнитель для игрушки. И там что-то у нас еще было написано. А, клей-карандаш. Да, клей-карандаш. Еще, помимо этого, я использовала исчезающий маркер. У меня это примовский маркер исчезающий. Им все-таки удобнее рисовать по флису, нежели карандашом. И еще я использовала дополнительно вот эти игруки микрон, специальные для шития игрушек. И я нисколько не пожалела, потому что все-таки вот эта игла, она значительно длиннее той, которая входит в набор. Конечно, хорошо, что они вкладывают их в набор, потому что, если у рукодельницы нету, да, такой игрушек, то, естественно, эта игла достаточно удобно все-таки будет, удобнее ей будет пользоваться, чем обычной иглой. Все-таки она значительно длиннее. Но я рада, что у меня оказалась иголка вот эта вот, которая гораздо длиннее. У нее длина почти 13 сантиметров, 12,7, да, 127 миллиметров длина у этой иголки. Поэтому я довольна, правда, очень довольна, что все-таки они у меня есть. Что еще по таким каким-то впечатлениям? Для меня это непросто. Если честно, для меня шить игрушки непросто. Я всегда очень долго на это настраиваюсь и времени у меня это занимает достаточно много. Ну, наверное, потому что я их шью далеко не каждый день. У меня где-то одна игрушка в год примерно получается. Да, это не слишком уж часто. И поэтому, наверное, трудозатратно. Но, тем не менее, как уже сказала, у меня иногда ну просто очень и очень тянет сшить какую-нибудь игрушку. И вы, наверное, уже теперь знаете почему. Результатом я довольна. А, да, по поводу сложности я еще хотела сказать, что здесь стоит уровень сложности 3. Ну, честно говоря, я не знаю. Вроде бы действительно не так, чтобы глобально сложно, наверняка и сложнее какие-то вещи. Здесь, кстати, мало каких-то маленьких деталей. Вот, если, может быть, вы помните, я шила игрушки от фирмы Меодола, коты обнимашки. Я ссылочку оставлю вам тоже на них, вдруг вам интересно. Там было больше мелких деталей, там и мордочки вышивались, там еще усики дополнительно были, и шляпки были и у кота, и у кошки такие, достаточно трудоемкие, именно ручная такая работа, не на машинке. Здесь каких-то таких мелких деталей, в общем-то, действительно немного, и может быть, поэтому считается, что уровень сложности игрушки ниже, да, легче. У меня немножко тесновато все-таки, мне кажется, одежда получилась у зайчика, но думаю, что это в целом не страшно. Результатом я довольна, когда я буду шить следующую игрушку, я не знаю, честно вам скажу, но рада, что у меня теперь есть зайка, и думаю, что я его никому не подарю, я его оставлю себе, пусть будет у меня вот такой вот милый зайка, я же их всех люблю, очень-очень таких милых, мягких, очаровательных созданий. Ну что ж, надеюсь, что сегодняшнее видео было для вас интересным и не слишком скучным. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, напишите, пожалуйста, мне в комментариях, какие игрушки в детстве были у вас самыми-самыми любимыми, я с большим интересом прочитаю ваши комментарии. Ну а на сегодня все, всего доброго, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok